15 декабря в администрации Ленинского района состоялось заседание Координационного совета общественных организаций по итогам 2014 года. Помимо отчета о проделанной работе за данный период, в ходе встречи были вручены грамоты тем лауреатам губернаторской премии «Наша Подмосковья», которые по той или иной причине не смогли приехать на награждение в Дом правительства Московской области. Несколько недель назад в Доме правительства Московской области в торжественной обстановке состоялось награждение победителей губернаторской премии «Наша Подмосковья». Но не у всех лауреатов получилось попасть на награждение, поэтому оставшиеся грамоты за проекты от общественных организаций было принято решение вручить на итоговом заседании Координационного совета. Те награды, которые были сегодня вручены уже на нашей Ленинской земле, безусловно, это отражение высокой оценки правительства Московской области, активности Ленинского района, активных общественных деятелей, и те, которые натворят добро. Но самое главное, безусловно, это оценка именно жителей Ленинского района, те, которые смотрят на эти проекты, на реализацию этих проектов. На этом подарки не закончились. Поздравления в этот день принимали и члены совета, которые родились в декабре. У Владимира Устюжанина недавно был юбилей, 75 лет. Половину из них он прожил в Видном и в настоящий момент занимает должность заведующего общественной приемной губернатора Московской области в Ленинском районе. Владимир Андреевич, как никто, знаком с проблемами, волнующими горожан и считает работу Координационного совета продуктивной. Совместно мы трудимся вместе, молодость и опыт воплощаем. Мы от них заряжаем синергией, они на нас равняются. Далее заседание продолжилось докладом председателя Координационного совета Елены Ястребовой, которая рассказала, какие актуальные вопросы и проблемы социального, политического и экономического характера были решены в этом году. Восстановление памятной плиты на месте возведения храма Александра Невского, участие в обеспечении безопасности во время проведения массовых мероприятий, улучшение состояния дорог – это только часть обширной деятельности совета. Сказал Александр Евгеньевич, что в следующем году, в январе уже, будет принято новое положение о том, что на улицах города Вильная, в особенности на его ключевых магистралях, парковка автотранспорта будет запрещена. Будут не только повешены соответствующие знаки, которые будут на это указывать, но всегда найдутся такие люди, которые будут тем не менее это нарушать, но также будет работать, возможно, даже эвакуатор. 2014 год для Координационного совета прошел успешно и благодаря слаженной работе с районной администрацией. На следующий год у членов совета еще больше планов. Юлия Погосяна, Александра Ильина, Талия Буслаева, Видное ТВ.